Тэквондо Гусейн, вы возглавляете Федерацию Тэквондо региона. Насколько сегодня динамично развивается она? Какие перспективы у наших спортсменов? На самом деле Федерация Тэквондо Московской области одна из самых больших в России. У нас больше городов. Московская область занимается около 15 тысяч спортсменов. На сегодняшний день Одинцовский район является самой населенной тэквонистами. По географии получилось так, что и мы сами здесь живем. Может, мы как-то отделы на себя и потянули, может, как бы вокруг себя, где мы живем. И получается, что 90% сборной Московской области на сегодняшний день проживает в Одинцовском районе. Это Звенигород, Лесной городок, Дубки, Большие Веземы. Все эти ребята, которые входят в состав сборной Московской области и сборной России, которые входят 9 человек, они все проживают в Одинцово. И поэтому получается, что вокруг них ребята, которые уже видят, приходят к нам на тренировку и популяции как бы больше. Получается, они занимаются рука об руку с настоящими чемпионами. Да, это на самом деле много на большую роль играет. То, что рядом с ними находятся реальные чемпионы, которые постоянно ездят на соревнования, приезжают, они их видят. Фотики видят, инстаграммы как бы все близкие. И получается, развитие идет хорошее. На сегодняшний день у нас около семи залов в Одинцово, которые занимаются трекуандо. Но так как на нас иногда обращают уже внимание и администрации города, и общественная палата, депутаты, мы начали стремительно расти еще и увеличиваться еще в Одинцовском районе. Насколько высокий потенциал у сборной команды тэквондо Московской области? Какие ставки вы делаете и довольны ли вы тем, что показывают вам ребята? На самом деле, 4 года вперед, но в 2017 году, когда я уже стал главным тренером, мы были на 45-м месте в России. Ну, у нас как бы есть рейтинг, да, соревнования, это общекомандные соревнования. Это рейтинг, каждый год сколько спортсменов участвует и на каком месте. В ближайшие 10 лет мы были 45-35 на таком месте. На сегодняшний день мы находимся в первой десятке, даже можно сказать в первой тройке. Мы поднялись из 45-го места в первую десятку. Мы стабильно находимся в первой пятерке, иногда спускаемся на десятке, так чтобы людей не раздражать, да. А так мы находимся в первой тройке. В этом году мы на Кубке России в 2019 году. Мы стали третьими общекомандными, на самом деле у нас был хороший результат. Потом по миксу командного чемпионата мы два года подряд уже становимся первыми. Мы никому не уступаем, да, с Богом, и в следующем году мы должны стать первыми. Самое главное, что с таким результатом у нас получилась возможность перетянуть на себя проведение чемпионата России у себя как бы дома. Да, мы в 1, 9, 15 сентября хотим провести чемпионат России, где это самый лучший старт в России. Это все чемпионы мира, все призеры Олимпийской игры, которые будут участвовать здесь, будут отбираться на Европу, на мир. И я думаю, это еще больше популяризирует этот вид спорта, да, и притянет новых ребят. Да, и мы надеемся, что именно Адрицовский район, Московский область станет как бы центр развития тэквондо, где будет у нас своя база, которой мы мечтаем. И наконец-то появится на следующий олимпийский цикл свой кандидат на Олимпийские игры. Это наши мечты, мы думаем, что мы... Это ваша цель, наверное, не только мечта, да? Это и цель, и мечта, и это наша обязанность, которую мы должны. Мы к этому стремимся, мы к этому шли долго, и на сегодняшний день у нас почти все есть. Для этого у нас и Министерство спорта поддерживает, у нас и Центр Олимпийской подготовки, у нас уже ребята стоят на ставках. На сегодняшний день у нас все идет хорошо, но, даст Бог, у нас уже в 2024 году будет Олимпийский чемпион именно с Адинцова. Мы будем не только на это надеяться, но и верить в это. Шамсудин, сколько сегодня Адинцовских ребят занимается этим видом спорта? С какого возраста вы принимаете детей? Какие критерии отбора? На сегодняшний день в Адинцово занимается около 1000 спортсменов, при этом, как уже Гусен Гаджимурадович сказал, большая часть из них находится в сборной Московской области. 80% можно сказать состава это с Адинцова. Детей мы принимаем с 7 лет, с 5 лет. Есть разные развивающие группы, которые, разные этапы подготовки, да, где-то более развивающие игровые формы. А с каждым возрастом ребятами постарше уже занимаются по-другому. А вот все-таки в чем преимущество этого вида спорта и как вы пришли в этот вид спорта, потому что у вас немало наград, побед за плечами, опыта? Меня еще в детстве мама отправила на этот вид спорта, чтобы я просто научился защищаться, ну, сама оборона. А потом с первой же тренировки меня уже затянуло в этот вид спорта. А преимущества у этого вида спорта очень много преимуществ. Как он включает в себя, можно сказать, и легкую атлетику, и шахматы, и фехтование, также и тяжелую атлетику. То есть он не основан на чем-то одном. Чтобы в нем лидировать, нужно быть развитием со всех сторон. Гусейн, вот очень часто родители стоят перед непростым выбором, куда отдать своего ребенка, куда отдать девочку, куда отдать мальчика. Сейчас огромный выбор различных направлений, предложений творческих, спортивных и так далее. Вот все-таки почему вы бы посоветовали родителям выбрать именно тэквондо? Да, это на самом деле хороший вопрос. Мне иногда бывает интересно, почему родители отдают на разные виды спорта, которые являются не олимпийскими. Есть у нас олимпийские виды спорта, да, в первую очередь. Много, очень-очень много хороших ребят ходят на олимпийский вид спорта. Но это тоже неплохо. Но занимается, ну, у них реально есть перспектива стать олимпийским чемпионом. Но занимается... Занимается другим. Другим, да. Ну, и жалко будет. Ну, это один из критерий. Другой критерий, что на сегодняшний день тэквондо – самый молодой вид спорта и самый быстро популяризируемый в мире. Мы с ним на сегодняшний день занимаются 209 стран, около 80 миллионов людей. И самое главное, здесь нет таких травм вообще. Здесь спортсмен очень атлетичный. И нету, как бы, разницы, что это девушка, что это мальчик. Главное, чтобы он был в хорошем физическом состоянии. И, получается, развивает все группы мышц у человека. Он у него никакие там не ломает ни нос, там ему ни руки не ломают, никуда ничего не крутят. Ну, то есть, во главе угла стоит не самооборона, как вот в случае у Шамсуддина было с мамой, когда она его привела до занятий тэквондо, а все-таки это гармоничное физическое развитие ребенка. Это самое главное на сегодняшний день, чтобы у ребенка была хорошая осанка, здоровое тело, здоровые нервы. На самом деле, сегодня тэквондо один из самых таких умных вид спорта, наверное, как бы скажу. Ну, говорю шахматы, ну, шахматы мы сидим и общаемся, ну, понятно. А здесь и физическое состояние, и моральное состояние. И, получается, человек готовится всегда быть быстрым, резким, шустрым. А для этого нужны хорошие группы мышц. И, на самом деле, все ребята, кто занимается в тэквондо, они очень атлетичные, они очень физически здоровые ребята, во-первых. Во-вторых, на самом деле, самооборона, здесь уже человек, получается, что он сам-то не бьет, но его защита здесь очень крепкая. Да, который человек будет в физическом состоянии хорошем, хорошо может прыгнуть, защититься там. Ну, думаю, что на сегодняшний день мы же не готовимся к войне, не идем куда-то драться. На сегодняшний день мы же были в хорошем физическом состоянии, а на один из самых перспективных вид спорта в этом. Шамсу Дим, на что вы делаете основной упор в тренировках? Что отрабатываетесь ребятами? В момент подготовки к данным соревнованиям, например, к чемпионату России или основным стартом, подготовка бывает поэтапная. Сперва физический сбор, больше нагрузок силовых, чтобы организм привык, пришел форму в тонус, а дальше уже постепенно идет тактико-технический и технико-тактический сбор. Вне подготовки у нас бывают двухразовые тренировки в день, утром и вечером для поддержания формы, в основном оттачиваем технику, ну и спарринговые моменты. Ну, это уже, конечно, у спортсменов, которые уровня чемпиона России. Нет, ну это не чемпион России, но это даже призеры, но постоянно должны быть в форме, потому что как бы навеки. Это постоянная работа. Да, это постоянная работа. Ну, есть люди, которые ходят неделю три раза, но они так и выступают, да. Но есть люди, которые ходят неделю пять-шесть раз, конечно, они дают большой уже лучший результат. У вас очень много соревнований практически каждые выходные. Вы куда-то выезжаете, откуда вернулись совсем недавно? Вот на самом деле, до того, что слишком начала популяризация тэквондо, у нас каждые субботы, воскресенья проходят соревнования. Проходят простые соревнования, в том числе российские соревнования и уже дальше. Сейчас мы приехали с Кубка Президента, который проходил в Черкесске. Мы забирали туда небольшую команду, как бы далеко было лететь. Ну, мы там заявали два-три третьих мест. На самом деле первых мест у нас как бы нет. Но мы и туда не забирали первых таких номеров, которые сегодня готовятся на первенство России. У них свой отбор проходит, они как готовятся, проходят тренировочные сборы, да. Мы их не стали отвлекать. Забрали тарелки этих номеров, которые попробовали себя. Ну, я думаю, они себя показали хорошо. Также сейчас наш основной состав сборной России, где уже в составе есть наш парень, они полетели на Европу. Вот сегодня у нас на чемпионате Европы в Болгарии выступает наш спортсмен, который учится в учреждении Бельско-резерва Краснодарского района. Он тоже, да, это Цакоио Сармат. Сегодня его выступление. Надеемся, что он станет чемпионом Европы и этим поможет нам еще больше развиваться. Также каждые выходные у нас, следующие выходные у нас будет в Москве, Кубок Дэшебэй. Через неделю у нас соревнования в Санкт-Петербурге, Кубок Президента. На самом деле, получается, каждые выходные, через выходные соревнования, и люди только на соревнованиях достигают уровня, чтобы стать лучше и лучше. Но тренировку они оттачивают, но спортсмены хотят постоянно выступать, чтобы показать себя и посмотреть свои ошибки. Без соревнований мы и не можем посмотреть, в чем они ошибаются, как они тренируются, чтобы вовремя будет. Ну, и это опыт? Это очень большой опыт. Когда первый раз приходит человек на соревнования, он теряется, а второй раз там более. А когда уже стабильно начинает выступать, он так же, как и на тренировку, уже старается выступать на соревнованиях. И это очень сильно помогает для дальнейшего развития, успеха, стать чемпионом мира, чемпионом России, Европы и Олимпийских игр. Наша съемочная группа неоднократно бывала на тренировках по даквандо. Да, вам большое спасибо, что вы нас не оставляете. Видите, как мы тренируемся, да, уже два-три раза вы приезжали. Ваша группа съемочная, на самом деле, ребята заряженные, что на них есть такое внимание. Начали лучше заниматься, это наглядно сразу становится. Видно, ребята уже чуть зажигаются. Стараются. Да, стараются, дали тонус. И на самом деле это очень приятно, что на сегодняшний день есть поддержка со всех сторон, с администрацией, то, что вы приезжаете. И я думаю, только так, совместными усилиями, всеми поддержкой, дружной, мы сможем воспитать настоящих чемпионов. Он не так, чтобы сегодня стал чемпионом и на этом он зарабатывал, а так, чтобы он занимался именно командой, занимался развитием потом дальше этого вида спорта. Здесь же в Одинцово, как бы, свои ребят. Предлагаю посмотреть сюжет и увидеть, как проходят тренировки по даквандо. На тренировку в культурно-спортивный центр «Мечта» приехали ребята из молодежной сборной и юниоры. Своё мастерство юные спортсмены оттачивают каждый день, используя спарринговые техники и стратегии. Ритмическая гимнастика и бег – также важная составляющая подготовки. Сегодня у нас, как бы, парная работа. Некоторые наши другие ребята подъехали с другого зала, там несколько человек. Мы сейчас готовимся. В 23-25-м у нас пройдет в МГИМО всероссийский турнир на призы Героя России Евгении Лазутиной. Амина занимается цхэквандо уже 11 лет. Упорно тренируется каждый день не меньше часа. А перед важными турнирами бывает и по две тренировки. У её противников практически нет шансов. Хотелось бы выступать на всех международных и всероссийских первенствах и чемпионатах, также давать максимальные результаты и представлять свою область на всех международных турнирах. Интерес к боевым искусствам стремительно растет. Очень важен индивидуальный подход каждому ребенку, чтобы и девочки, и мальчики могли знать, что ими интересуются и их поддерживают, рассказывает тренер. Открытые тренировки позволяют показать ребятам, насколько востребовано их спортивное направление. Пришли поддержать ребят, поддержать клуб. Для нас, кто сегодня сюда пришел, это и наши депутаты, и общественная палата, и молодая гвардия, и Александр Николаевич Головашкин, герои России, которые проживают на территории нашего округа. Мы все однозначно поддерживаем детский спорт и поддерживаем нашу муниципальную программу «Одинцовская спортивная семья». Упорство и ежедневные тренировки помогут ребятам на соревнованиях, которые пройдут уже через две недели. Остается пожелать нашим спортсменам удачи. Гусин, какие сильные и слабые стороны все-таки есть у сборной Московской области? В чем наше преимущество и над чем нам еще стоит потрудиться? Наше преимущество, что мы находимся в центре на сегодняшний день, что все полеты, прилеты, соревнования, все проходит, как в Москве, Московской области, Центральной России. И нам очень легко передвигаться, выступать на соревнованиях. Все, как бы, в этом все отлично. Но есть минусы. То, что тэквондо – молодой вид спорта, и у нас сегодня не хватает своей базы. У нас нет своих спортзалов, которые уже обтертые, которые мы уже долгие времена занимаемся. Мы каждый год-два переходим в другие спортзалы, третий спортзал, у нас как бы нет своей базы. И мы бы хотели, конечно, в Медведенцовском районе свою базу, свой спортзал уже, чтобы люди знали, что здесь есть всегда спортзал. К нам хотят все приехать, да, со всей России хотят приехать, с Дальнего Востока хотят приехать, с Кавказа хотят приехать заниматься. И, как бы, у нас нет тех всех условий, которые мы сегодня готовы принять, там, сто человек на сбор. У нас есть базы, вот Покровская база, мы там где-то останавливаемся, есть другие базы. Ну, они далеко, и это не наша база, да, они нам, для нас обходятся дорого. Нам хотелось бы иметь свою базу, свой спортзал, где мы сегодня могли бы принимать ребят и на этом делать историю. Вот мы к этому стараемся, это наш большой минус на сегодняшний день, что у нас Московская область, не только в Одинцовском районе, в Московской области нет таких баз именно для развития этой квадо. Для бокса, для борьбы, там, для дзюдо они уже, как бы, исторически уже есть. Это такие старые виды спорта, которые долго уже существуют, и ребята всю жизнь уже поколение-поколение передают. А у нас молодой вид спорта, в 2000 году только в Олимпиаду вошел, мы только вот первая команда, наверное, которые сегодня начали развивать эту квадо в России, так, на уровне Олимпийских игр. И, надеюсь, после нас уже наша молодежь уже сможет более плотно с историей заниматься, и у нас будет большая история. Вот для этой истории нам нужно иметь свою базу, свои спортзалы, которые мы могли передавать нашим молодым поколениям. 23-25 апреля в Одинцове пройдет турнир «Битва в Подмосковье» имени героя России Ларисы Лазутины. Расскажите о нем подробнее. Да, 23-25 апреля в МГИМО в Одинцову пройдет у нас такой большой турнир российский на честь нашей героя России, олимпийского чемпиона, который реально мы гордимся, что он у нас есть. И мы когда всегда рассказываем, что у нас есть такой знаменитый спортсмен, который получил герой России, и мы попросили это раз поддержать, чтобы сделать совместную такую это, потому что люди понимают, что да, занимаются лыжей. Но она является героем спорта на сегодняшний день, и мы нуждаемся... Пятикратный олимпийский чемпионка Лариса Евгеньевна Лазутин. Да, действительно, сегодня она является на самом деле героем спорта, и мы, как молодые спортсмены, молодой вид спорта, нуждаемся в таких героях, да. И мы подошли, она на меня отказала, сказала, давай тебя поддержу, приехала на тренировки, поддержала нас, да. Мы очень-очень благодарны, очень рады, что есть такие люди, которые сегодня продвигают не только там свой вид спорта, да. Занимаются общей поддержкой и развитой спорта в регионе. Да, в регионе. Не только в округе. Да, на самом деле. И для нас большая честь назвать честь нее турнир и провести его сегодня на высоком уровне. И это даст нам очень большую популяризацию. Уже люди начали спрашивать, почему так, почему вроде бы же она не текпандистка там. Я говорю, ну она же является героем спорта, она развивает спорт, развивает всю молодежь. И на сегодняшний день мы, думаю, мы проведем на большом уровне. Приглашаем всех желающих посмотреть. На 24-й у нас день открытия. Но как бы из пандемии, наверное, чуть-чуть строгие правила у нас. Но надеюсь, мы его проведем на хорошем уровне, что в следующем году он будет уже международный. Да, у нас есть такие цели, задачи. Если мы сможем его провести на уровне в этом году, в следующем году хотим сюда пригласить 20 стран. Ну, если откроются границы, откроется все. И сделать его международным турниром. Какие регионы уже заявились на этот турнир? Да, сегодня уже заявили. Санкт-Петербург заявился, заявился Крым, Севастополь, которые давно хотят выступать с пандемией. Уже не успел. Ростов заявился. Вся центральная Россия заявилась. Ну, я думаю, 51 регион, но предварительно уже заявки скинули к нам. Я думаю, будет очень большой, шикарный турнир. Ждем с нетерпением. Спасибо за интересную беседу. Спасибо вам, что вы есть. Не забывайте нас. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальные интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.